Всем привет! И сегодня я предлагаю обсудить тему детских книжек. Какие книжки для ребенка трехлетнего возраста у нас заходят прям супер? Какие книжки не очень хорошо проходят и почему? Если тема детской литературы вас интересует, обязательно оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и поехали! Первая категория книжек, о которых я хочу рассказать, это книжки Рузи Ивашки. Они из совершенно разных форматов, размеров и наполнения. У меня сейчас в основном остались те, которые 2-3 года. Наиболее у нас заходили книжки вот такие, маленькие, с наклейками. Именно весь самый циний из этих книжечек, таких вот милых наклеечков. И приклеивая, в общем-то, наклейки, любимое занятие, наверное, всех детей в возрасте 2-3-4 лет, Ребенок постепенно расслабляется, четко понимает, узнает, например, какие-то понятия вверху, внизу, справа, слева, по сторонам, какие-то цвета, возможно, какие ребенка окружают вокруг него. Книжки очень подобного рода классные. Есть еще книжки, которые можно назвать просто бессмысленные, но с наклеечками. Тут еще цветок, кстати, вот классная штука у нас есть. Единственный минус, так, покляясь от того, о чем я говорила, подобных книжечек, конечно, состоит в том, что наклеек крайне мало, и количество заданий ограничено. Лично я хотела бы получить книжку с наклейками вот такого вот формата, огромного. И чтобы не было огромное-огромное количество всевозможных разнообразных наклеек, которые можно там клеить 2-3-4 дня хотя бы, ну, неделю. Поскольку вот такую книжку мой ребенок абсолютно неусидчивый может заклеить буквально за, я даже не знаю, у меня за 2 максимума. И то это, если я его буду тормозить, а если я его тормозить не буду, то вот эта страничка с наклейками идет буквально за 1 день. В целом, качество подобных книжек обычно очень хорошее, они стоят совершенно недорого. У них такая мелованная бумага. Отдрать, конечно, от этого наклейку тяжело обратно, но тем не менее. Это то, что заходило у нас более всего. Еще есть у меня вот такая штучка, маленькая книжечка маленького формата на пружинке, с вот такими вот какими-то короткими маленькими заданницами, которые вот выполняются как-то легко, быстро. Подобная книжка зашла нам, она рассчитана на возраст 2-3 года, но объективно моему ребенку эта книжка зашла, когда он уже был старше 3 лет, но, честно говоря, таких вот этих штучечек на возраст 3-4 года нет, то сразу есть 4-5. Это предположительно, что до недели полных 2 и полных 3 лет. Она зашла ему только после 3 лет, при этом выполнять задания из этой книжечки он может очень долго. Он понимает смысл каждого задания, которое здесь есть, и плюс он еще способен придумать какое-то свое задание, какое-то свое решение иногда даже бывает к тому заданию, которое предполагает книжечка. Формат удобный, мне кажется, круче всего это брать с собой куда-то в дорогу, где нужно долго занимать ребенка чем-то интересным. Маленький формат занимает мало места. И вот такая книжечка у нас тоже есть, тоже на 2-3 года. Я, честно говоря, купила ее только из-за наклеек. По факту. Книжка нам не дошла. Больше всего зашли задания вот с наклеечками, где надо что-то прилепить, приклеить. А вот эти карандашные, репутационные задания вообще не зашли. Никоим способом и никоим образом. Не знаю, то ли может у меня мелкий такой неусидчивый, или может быть он все эти знания получал, как бы так сказать, в процессе жизневеятельности, и как-то ему интереснее изучать мир, как говорится, на практике, нежели на каких-то страничках книжки, например. А то, что он не может увидеть в живой жизни, например, к хорову у нас не ходят, максимум там собачки да котики, а как бы всего остального он не видел. То есть и фигуры, например, вот такое задание для него реально интересно проходить в реальной жизни. Но вот сейчас он стал старше, пошел в детский сад, я, честно говоря, попробую еще раз закатить ему эту книжку. Вдруг получится. Но в целом попробовать можно, они всегда стоят не очень дорого, выполнены качественно, классно, они очень хорошо продуманные. Обычно разработаны эти книжки не просто там каким-то кем-то, а это, скорее всего, разработано с каким-то педагогами, может быть, психологами. И книжка, в общем, в целом весьма и весьма неплохая. Дальше в категории таких маленьких книжечек, которые направлены на изучение какой-то определенной темы, например, транспорт или город. Вот такая книжка с транспортом есть, короткие спешки, и про каждый разный вид транспорта. Рассчитано на ребенка, наверное, который любит подобные машины, подобные штуки, который интересуется этим в жизни. То есть, если моему ребенку заходили и заходят всякие там большущие машины, самосвалы и трактора на улице, и среди игрушек, то ясен покрасил, что и книжки про транспорт ему будут интересны. А вот книжки подобного плана, с окошечками, ну, у нас юзается, но чтобы сказать, что он что-то изучает по этой книжке, то нет. Ему нравится только заглядывать в окошки, приподнимать их, то есть он заглянул, разгляняв, что внутри, и все, он уже переворачивает страницу, а пытаться, ну, обучить его вот этим всем словам, которые здесь предложены, у меня не получается. Ну, может, я что-то делаю не так, но у меня не получалось. Вот залипал он только на магазин, по-моему, и где-то здесь была еще вот стройка ему нравилась. А в остальном, чисто книжечка на открывание окошечек, опять-таки, нужно следить, покупая эту вещь, чтобы она была более или менее качественная, чтобы ребенок не отобрал окошечки в первых же дней. Отдельным пунктом хочу выделить вид книг, который называется «Вимед Бух», то есть это книжки, по сути говоря, для меня это просто книжки, где очень-очень-очень много всяких разных мелких деталей. Это вот та картинка, в которую ты, вот чем дольше всматриваешься, тем каких-то интересных, оригинальных, необычных, неожиданных деталей, то есть замечаешься больше и больше. Вот, честно говоря, это книжка, которая зашла больше мне, чем ребенок. Он залипал на эту книжку, ну, может, первую неделю две, а дальше он потерял к ней любой интерес, и сейчас она просто перекидывается, валяется, и ребенок совершенно ей не интересуется, при этом я пытаюсь его заинтересовать, и интерес заканчивается минут через пять. Не знаю, почему, может, она неинтересна ему по своему содержанию, может быть, стоит попробовать какие-то ведьмельбухи на другую тематику, может быть, что-то связанное с городом, с транспортом, в общем, то, что его интересует. Но вот такое вот на ферме, его вообще не прикалывает. Не знаю, но вот с точки зрения взрослого человека, я тащусь от подобных книжек, и, ну, хотя бы одну такую штуку рекомендую иметь. Суть, как бы, да, обычно в мельбухе они очень качественно сделаны, но у нас книжка полностью картонная, с качественным, хорошим переплетом, она попала в множество жизненных передряг, но, тем не менее, вышла из нее абсолютно целая, здоровая и красивая. И плюс именно такие книжки способствуют такому, знаете, абсолютно полностью семейному времяпрепровождению, потому что это штуки, которые интересны и взрослым, и детям. Причем каждый найдет, чего поискать, каждый найдет интересную для себя историю, а взрослые еще найдут, с чего поражать. И последняя категория книжек, которую я хочу показать, я бы отнесла ее, так скажем, к художественной литературе детской, так сказать, первых шаги к серьезным произведениям. Есть у нас вот такая книжка, это называется «Цапаша книга Малюка», «Мисс Витт». По сути, это книжка, которая, типа, как бы должна научить ребенка всякоразному проявлению мира. Это просто увеселительная книжка, здесь нет какого-то развивающего мотива. Это просто книжка со стишками, с разговорками, загадками и подобными такими-то штуками возрастного категории, кстати, у этой книжки, по-моему, нет. Важное замечание, у каждой книги, качественной, правильно изготовленной, детской, должна быть возрастная категория, для которой эта книжка предназначена. Если возрастной категории нет, то знайте, что эта книжка просто развлекательная, она не несет никакого учебного или развивающего влияния. Я не знаю, как это правильно сказать. Но вот эта книжка, несмотря на то, что вроде бы она от какого-то издательства, то есть картинки здесь стрёмные, они тоже ему не нравятся. Я пыталась там его читать, учить, как-то ему эти стишки предлагать, читать, но что-то они его не привлекают. Но, честно говоря, эту книжку я сама не очень люблю, потому что слог у этих стихов вообще ни о чём. Иногда ты понимаешь, раз, два, три, четыре, пять, с детства свихма я дружу. Это часто про детские книжки. У нас ещё была детская книжка с животными, так там вообще стишки были не то, что дурацкие, они были просто наркоманские. Где эта книжка, сейчас я не знаю, где она пропала, но стишки реально наркоманские. Есть ещё у меня вот такая книжка детского издательства, тоже вроде как детского издательства. Вот эта книжка вообще ему не нравится. Объясняю, и она мне, и мне она сама не нравится. Объясняю несколько причин, почему. Слог у книжки достаточно сложный, как для взрослого человека. То есть, ну, реально, даже вот я читаю, она тяжело у меня воспринимается, хотя казалось бы, почти все эти сказки, да ещё почти, да все эти сказки, я в принципе знаю, о чём там будет идти речь, а тем не менее читается она тяжело и как-то сложно. В общем, не знаю, мне не нравится. Ну и во-вторых, это не просто книжка какая-то, да, там сокращённая для детей, как говорит Христоматия. Это «Люди мои добрые». Это гоблиновский перевод сказок Шарля Перу. Я купила книжку, честно говоря, даже не раскрытую. Она стоила очень дёшевая, я даже не прочитала ни одного отрыва, ни одной сказки. Я только перелистнула картинки. Картинки здесь классные, правда, красивые, красочные, но это гоблиновский перевод сказок Шарля Перу. Ещё одна книжка, это книжка, которая пришла к нам из моего детства. Это моя книжка, видно, что она потрёпанная, уже заклеенная, переклеенная. Вот только я, увей, не помню оригинал этой сказки, из какой страны он к нам пришёл. Прага, это, видимо, откуда-то из Чехии. Она похожа на чешский, Чехословакия, может быть. Это история про кротика, ёжика и зайчика, о том, как их лес снесли и построили на её место в городе. Рассказывается про перипетии, жизни этих малышей в городе. Вот эта книжка моему ребёнку заходит на ура. Почему я объясню, почему такие плюсы, и что такую книжку, вот такого плана с такими плюсами я бы рекомендовала всем мамам, у детей, у которых в одном месте шило находится, и просветить в одном месте дольше 10 минут они реально не могут. Во-первых, здесь много подробных, красивых, красочных картинок. То есть это такое, знаете, соединение, возможно, что-то подобное, с ними двух местами. Местами просто, конечно, картинки по смыслу книжки, которую мы читала, а в основном это очень такие мелкие детали, которые интересно и приятно разглядывают ребёнку в то время, когда вы читаете откровенно короткий текст, который находится на одном развороте. Чем меньше текста на развороте, тем легче книжка воспринимается ребёнком. Слов книжки написан очень хорошо, не только на русском языке, это для моего ребёнка не совсем знакомо, но написан легко, читается это всё легко, ты не заикаешься, и не глотаешь слова просто потому, что выговорить это предложение нереально или сложно. Легко им интонировать, легко придавать какую-то эмоциональную краску тем или иным фразам, потому что их много, ты успеваешь быстро их прочитать и понять их смысл, и тем самым голосом передать какие-то настроения, какие-то изменения, которые происходят в книжке. Последняя на сегодня книжка, я её уже показывала у себя во влоге об одном, и хочу рассказать уже о ней такое общее впечатление. Это 365 историй, значит, дадите какого-то 2 до 5 лет. Здесь на каждый день года, каждый-каждый-каждый день, маленькая короткая история, некоторые истории состоят из себя несколько историй, одну более длинную, а в основном это разрозненные историки, как бы на каждый день. Они имеют небольшую привязку к временным рамкам, то есть в основном в зимних сказках там как-то про зиму рассказывается, в весенних, наверное, про осень рассказывается, там также праздники, например, какие-то новогодние, рождественские праздники, тоже есть какие-то отсылки. В чём плюс? Это идеальная книжка для истории на ночь, потому что истории короткие, сжатые, они не, как это сказать, возбуждают восприятие и фантазию ребёнка, а наоборот, они как бы так вкратце вот задают ребёнку тон. У меня, например, Мелкович, когда мы прочитали историю, он говорит, что сегодня ему приснится сон, там вот про то животное, о котором мы сегодня читали, да, к примеру. Единственное, что мне не очень нравится в этой книжке, это перевод. Поскольку я знаю оригинал книги французский и перевод несколько не совсем, я бы так сказала, правильно или адекватно адаптирован к нашим реалиям. То есть они вроде как подвигнали под то, что происходит у нас в стране, но иногда просто как-то кажется, что это просто загрузили в Google переводчик, он перевёл, и они это скопировали и сказали, и так, вот таким было моё повествование о наших детских книжках. Если эта тема вас зацепила, если у вас есть какие-то комментарии, может у вас есть какие-то свои любимые книжки, которые вы хотели бы порекомендовать родителям мелких от трёх лет и старше, обязательно оставляйте комментарии. На этой ноте я со всеми прощаюсь, всеми говорю огромное спасибо за внимание, творческое вдохновение, хорошего настроения и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова